Добрый день! Я, Любовь Акильна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви» с протеереем Владимиром Волгиным. Сегодня отец Владимир – настоятель храма в честь трех святителей в поселении Архангельское, где мы с вами и находимся, посвятит историческим свидетельствам о земной жизни Иисуса Христа. Батюшка, здравствуйте! Очень рада вас видеть! Здравствуйте, Любовь Сергеевна! Здравствуйте, дорогие телезрители! Которые слышат и видят нас. Дмитрий Владимир, мы выходим в замечательный день, в замечательный праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это и престольный праздник еще одного храма, где вы являетесь настоятелем. Храма Софии Премудрости Божьей в Средних Садовниках, в замечательном храме. Если можно, для начала несколько слов, какие-то поздравления нашим зрителям. Да, храм Софии Премудрости Божьей, в котором я служу, находится напротив Кремля. Он до революции был посвящен главный предел двум событиям – Успения Пресвятой Богородицы и Софии Премудрости Божьей. Потому что в этот день празднуется икона Софии Премудрости Божьей. Правда, для нас остается тайной, почему объединили эти два праздника и почему упоминание было об иконе Софии Премудрости Божьей. Но как бы то ни было, вот двум этим событиям был наш храм посвящен. Сейчас этот момент мы, по всей видимости, упустили. И сейчас храм в честь Софии Премудрости Божьей только. Хотя этот праздник, икона Софии Премудрости Божьей, празднуется в День Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу, конечно, всех поздравить с этим великим праздником, двунадесятым праздником, то есть одним из великих двенадцати праздников. Всех тех, кто называет и считает себя верующим, кто активно старается поддерживать церковный образ жизни и отмечает все те праздники, отмеченные и в календаре, и в памяти нашего сердца. Вот что бы я хотел бы, о чем бы я хотел бы уточнить вот этот великий праздник Успения Пресвятой Богородицы? Несмотря на такую возвышенную жизнь, нравственную, святую жизнь, ведь Пресвятая Богородица, она поется и почитается в церкви как честнейший херувим и славнейший без сравнения херафим. То есть человек, который удостоился особой святости, и поэтому одна из главных причин – она была избранницей Бога, и поэтому она стала не просто избранницей, но матерью Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот, несмотря на такую возвышенную жизнь, она пребывала, мы знаем, по преданию и во святая святых, куда мог входить только архиерей и то один раз в году. Это место особой святости. А Пресвятая Богородица по особому откровению находилась иногда временами во святая святых, была подчеваема ангелом, пищу приносил ей ангел Господень. И вот, несмотря на эту жизнь, несмотря на то, что она стала Богородительницей Иисуса Христа, она перед смертью незадолго, ей была открыта дата смерти, она молится своему Сыну Иисусу Христу и просит Его о том, чтобы Господь, Сын Ее, избавил бы Ее от лютого часа. О каком лютом часе идет речь? О смерти, с одной стороны, от тех предстоящих полков демонов и бесов, которые всегда предстоят в воздухе. Они, мы, к счастью, их не видим, а то бы умерли бы, наверное, от страха. Предстоят каждой душе человеческой, тем более той, которая покидает по промыслу Божьему, по воле Божией этот мир. Они предстоят схартиями грехов, соделанных человеком при этой жизни и в силу тех или иных обстоятельств, не исповедавших эти грехи. Или не успели исповедовать, или просто не было желания исповедовать, никогда не приобщались к таинству и исповедению. В общем, по разным причинам. Диапазон достаточно большой людей, которые не исповедовали свои грехи по той или иной причине. И вот мы видим, что Господь Иисус Христос, как только Пресвятая Богородица почила, уснула, успение, и мы видим икону Успения Пресвятой Богородицы, рядом с Одером Пресвятой Богородицы стоит Христос, который держит младенца, а это значит душу Пресвятой Пресвятой Богородицы в своих руках. Он сразу же принял Пресвятую Богородицу в свои божественные объятия и в свои божественные руки, защищая ее от того лютого часа, о котором она молилась, чтобы Господь защитил ее от этого часа. Успение, сон, сон. Пресвятая Богородицу еще была отмечена и тем, что когда ее захоронили, похоронили, то на третий день Фома, апостол, не был, не сопровождал гроб Пресвятой Богородицы и захотел прийти ко гробу Пресвятой Богородицы к пещере, где она была похоронена. И когда он зашел в эту пещеру, то тело Пресвятой Богородицы не обнаружил. И все засвидетельствовали об этом чуде, я бы не сказал, исчезновение тела Пресвятой Богородицы, а по вере Церкви, о ее сопребывании в теле вместе со своим Сыном в Царстве Божием. Вот такое чудо совершилось. И вот смотрите, дорогие наши слушатели и зрители, она, будучи такой возвышенной и святой, боялась смертного часа, боялась вот этих мытарств. Проводя всю свою жизнь в молитве, в богомыслии, воспитывая по-человечески Господа Иисуса Христа, Сына Своего, она боялась перейти из этой жизни в другую жизнь. И вот сравним ее жизнь с нашей жизнью. и не только сравним, а зададим себе вопрос, а мы-то боимся этого лютого часа? Но если бы боялись этого лютого часа, как в Священном Писании сказано... Помня о смерти, и вовек не согрешишь. Помня о смерти, и вовек не согрешишь. Да, да, да. Вот у преподобного сераха, да, мы с вами вряд ли помним о своей смерти, все время отодвигаем ее куда-то на задний план, и думаем, что это не скоро с нами произойдет, а ведь может произойти в любую минуту, и с чем мы предстанем перед Богом. Поэтому я желаю нам с вами проводить жизнь, ну если не подобную, то уподобляться хоть как-то жизни Пресвятой Богородицы, для того, чтобы безболезненно, без особых страхований стать членом и насельником или насельницей Царствия Божьего, чтобы и нам Господь помог при переходе из этой жизни в другую жизнь. А почему же мы празднуем этот праздник Успения Пресвятой Богородицы? Вроде бы трагедия для особенно близких людей, которые теряют своих близких людей, а мы празднуем это Успение, эту смерть, потому что этот праздник, он связан не только с этой скорбью, с оставлением Пресвятой Богородицы этого мира, но и с радостью, с радостью и ее воскресения из мертвых, с радостью о том, что мы в лице Пресвятой Богородицы обрели ходатайю за весь род христианский, за мир, в котором мы с вами живем. Вот это, видите, двойственность этого праздника, связанное с одной стороны со скорбью, а с другой стороны с радостью воскресения из мертвых, с радостью торжества жизни над смертью, торжества святости над грехом. Большое спасибо, отец Владимир, я вас тоже сердечно поздравляю с этим замечательным праздником, и попросила бы вас начать разговор о той теме, которую мы давно обещали нашим зрителям, мне кажется, тема очень интересна, я думаю, что несколько программ у нас будет ей посвящено, это исторические свидетельства историков о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Да, вот мы с вами закончили программу, связанную с пророчествами об Иисусе Христе, конечно, это только небольшая часть пророчеств, изложенных вместе с вами, нами, вот в этих программах о Иисусе Христе. Я хочу напомнить всем, что это очень важная тема и очень важная часть, связанная с проповедью о Господе Иисусе Христе, Сыне Божием, родившимся, прожившим жизнь, связанная с проповедью о том, что приблизилось Царствие Божие, связанная с искуплением греха первородного человеческого, связанного со смертью, воскресением, вознесением и неспосланием Духа Святого на своих учеников. Все об этом было сказано заранее у пророков. Это я напоминаю вам, дорогие наши телезрители. И хочу сказать, напомнить еще о том, что апостолы, когда совершали проповедь об Иисусе Христе, они всегда вооружались Священным Писанием Ветхого Завета, и на основе Ветхого Завета, на основе этих пророчеств доказывали, что Иисус Христос есть тот обетованный Мессия, о котором говорят и говорили все пророки Ветхозаветные. Но мы сейчас переходим о том же говорим, только будем говорить о свидетельствах свидетельствах светского мира, светских людей об Иисусе Христе. А, впрочем, начиная с апостолов, смотрите об Иисусе Христе, когда мы открываем Новый Завет, и читаем Новый Завет. Четыре евангелиста свидетельствуют о Христе. Потом апостол Иуда, апостол Иаков, апостол Павел, апостол Петр и другие ученики Христа. Казалось бы, этого было бы достаточно, но неугомонный мир стремится к еще большим доказательствам и утверждениям об Иисусе Христе, что Иисус Христос это не мифическая личность, а действительно историческая личность, который прожил на этой земле. И свидетельства об Иисусе Христе ну не прямые, то есть они прямые с одной стороны, но с другой стороны те авторы, которые упоминают о Христе первого века автора, вот они не видели Христа, но тем не менее их свидетельства они опираются на историческую действительность, на исторические факты. Среди тех свидетельств, о которых мы с вами будем говорить, это Иосиф Флавий, это историк, полководец, человек очень обширных знаний, из очень состоятельного рода образованный человек первого века. Он является автором иудейской ссори, иудейских войн. Это Итацит, это Иссвитоний, это Иплиний младший, это Лукьян, это все, в общем, достаточно известные имена в истории вообще человечества и в истории оказалась церкви. И вот, переходя к этой теме, хотелось бы очень кратко, потому что те, кто упоминает о Христе, они достаточно кратко упоминают о Нем. И к этому, к тому, что они пишут, прибавить самостоятельно что-то, добавить, приукрасить, было бы стыдно и невозможно. Но, тем не менее, это очень важно, как вы сказали. да. И вот, я, конечно, как всегда, вооружился шпаргалкой, вот, и мы переходим к этим замечательным авторам, Иосиф Флавий. это примерно тридцать седьмой год иудейской истории. Он современник апостолов, родился в первый год царствования Каллигулы, императора очень развратного, который не только любил женщин, но и мужчин, и жестокого императора. Ну, наверное, и наверняка его жизнь не влияла на жизнь Иосифа Флавия, который, ну, достаточно аскетичный образ жизни вел, был последователем и три года жил вне города в пустынных местах вместе с ессеями, ожидая мессии, мессии. Да, и вот он упоминает о Христе такими словами. Совсем немного. Мы помним с вами о первосвященниках Анании, о первосвященнике Киафе. И вот он пишет, первосвященник Анания в своих иудейских древностях книги, собрал Синодрион, то есть Высший Совет, и представил ему Иакова, брата Иисусова, именуемого Христом, равно как и несколько других лиц, обвиняя их в нарушении закона, и приговорил Синодрион к побитию камнями. Вот это историческое свидетельство. Историческое свидетельство, которое свидетельствует о том, что последователи Христа и ученики Иисуса Христа преследовались, продолжали преследоваться иудеями, которые ожидали Мессию, но совершенно другого Мессия, и за то, что Христос говорил о себе, что Он Сын Божий, считалось, что это величайшее богохульство, за что, собственно, и был, несмотря на все те чудеса, совершенные им, не только воскрешение, не только исцеление людей от болезни, изгнание бесов, но и кормление несколько тысяч, и в одном, и в другом случае, людей несколькими хлебами и несколькими рыбками. Вот такое поразительное свидетельство о продолжающейся христианской проповеди при этом историке Иосифе Флавии. Иосиф Владимир, большое спасибо. Уже не первый раз замечаю, что время просто неумолимо, очень быстро бежит, особенно, когда интересная тема, можно слушать, слушать и слушать, но, тем не менее, наша программа, увы, завершается. Я еще раз сердечно благодарю вас. И что мы скажем нашим зрителям? Мы продолжим, естественно, разговор на эту тему? Да, да, я думаю, что обязательно в следующий раз мы продолжим рассказывать, повествовать об этих авторах, близких к жизни Иисуса Христа. Спасибо большое. И от имени наших зрителей, батюшка, желаю вам всего доброго и, главное, доброго здравия. Благодарю вас. Спасибо. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю все, кто был сегодня с нами, все, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с протеереем Владимиром Волгиным. В следующих наших передачах отец Владимир продолжит раскрывать интереснейшую тему о исторических свидетельствах о земной жизни Иисуса Христа. Что ж, по нашей доброй традиции я желаю всем вам доброго здравия, благополучия, душевного и телесного мира и здоровья. Конечно же, не только вам, но вашим родным и всем вашим близким. И жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова